Третья группа заездов, класс юниоры, 14-18 лет, на старте Константин Санин, Михаил Колегов, СТК Ямбург, Евгений Довбуш, СТК Факел, Булат Кункаев, СТК Ямбург, Макелоносцы Богдан Калибаба, Кирилл Лавров, Максим Чернега, Максим Сверидок и представитель СТК Ямбург Антон Пелюгин. Юниоры, я уже говорил, что в этом заезде Евгений Довбуш должен всеми силами стремиться в лидеры, ввиду неудачи во втором своем заезде. А в Альметьевске он три раза был, трижды на третьей позиции. Ну и конечно наши лидеры, 9-й, 10-й, соответственно рейтинговый снегоход России, Константин Санин и Михаил Колегов. Михаилу Колегову нужна только победа, ну и Санину соответственно тоже, потому что у того и у другого уже есть в предыдущих заездах результаты. Отправились в нелегкий путь, 15 минут плюс два круга. Наши юниоры, это третий заезд, финальный для них крайний заезд, следом за юниорами самый зрелищный заезд в классе взрослые, там где интрига еще больше. Ну а здесь будущее снегоходного спорта России, фамилии, которые мы пока еще не сильно запомнили, но наверняка в следующие годы возрожденные соревнования в Петропавловском, ввиду великолепной организации, приема участников, а самое главное стабильного снежного покрова и хорошего, по-спортивному, такого доброго зрителя. Самые преданные зрители остались сегодня здесь с нами, все остальные продвинутые будут смотреть выложенную на ютубе гонку в режиме онлайн, сейчас ведется полная запись. Константин Санин стартовал, Михаил Кольгов следом, Антон Пилюгин на третьей позиции. Как я вам и говорил, прибавляет с каждым новым заездом Антон Пилюгин, СТК Ямбург, дает прикурить своим коллегам по команде, Колигову и Санину, соответственно. Но я все-таки открою тот самый секрет, который я анонсировал в самом начале, о самом возрастном представителе активной общественности. Я уже говорил, немногие знают, но сам недавно прочитал, вспоминая Арно Жакара, этого русского француза. Говорят, что на Авиатской земле, особенно в южных районах, после войны 1812 года было целых 4 француза. В Яранском уезде, в Уржумском уезде пленные французские солдаты, оставшиеся здесь, решили, женили здесь, решили основать свое дело, бизнес и, в общем-то, были правы. Но последний солдат наполеоновской армии, это я рассказываю специально для юниоров, чтобы было к чему стремиться, по официальным данным, умер в возрасте 124 лет в Саратовской губернии. Это было уже в 1800, побоюсь сказать, 80-е годы, 124 года. Последний солдат наполеоновской армии, из пленных, умер под фамилией Савин, не Санин, а Савин. Почему это и рассказывать? Обращаю внимание, скорая помощь вызвана и вовремя отправляется на трассу. Помощь участника будет оказана, скорая отправилась на трассу. Сход с трассы у одного из участников. Как только мы узнаем фамилию, имя, ну, вроде по активности фельдшера с чемоданчиком пока все неплохо. Все неплохо у Михаила Колегова, минута 40 и секунду ему отдает в круги Константин Санин на третьей позиции. Евгений Довбуш, где же Евгений Довбуш, Кирилл Лавров вышел на третью позицию. Возможно, Довбуш как раз сейчас и отсутствует по уважительной причине. Да, Довбуш, Довбуш опускается с третьей позиции на последнюю строчку в зачете третьего заезда по уважительной причине. Евгений Довбуш не везет этому гонщику, вот уже второй раз не везет. Во втором заезде у него был с падением плохой результат. И вот сейчас вот до того, что ждем, когда он встанет и дальше пойдет. Давайте мы сейчас, как только мы увидим его, обязательно поприветствуем и дадим как-то морально поддержим. Чем смогем, помогем, чем не сможем, поможем. Евгений Довбуш, новый рингой, СТК «Факел». Итак, Евгений Довбуш прошел электронную систему, отбился. Он в трассе, он в деле. Но, тем не менее, уже не третий, далеко. Не четвертый, не пятый, даже не шестой, а восьмой. Михаил Коллегов, Константин Санин, первая-вторая позиция. Секундное отставание лидеров. Кирилл Лавров, затесавшийся в тройку, отстает на 6 секунд от лидера. Антон Пилюгин, соответственно, на 9 секунд. Но сохраняет лучший для себя результат. Он на четвертой позиции в следующем заезде был пятым. Далее у нас без изменений Булат Хункаев. Конечно, Евгений Довбуш будет стараться войти хотя бы в пятерку, но пока он восьмой. И Максим Чернега, 68-й, сейчас прошел. И, кстати говоря, для Антона Пилюгина это шанс. Довбуш сошел, потерял время. Сейчас благодаря этому освободившемуся вакантному месте в тройке лидеров Антон Пилюгин или Булат Хункаев смогут попробовать побороться. Недаром присутствие Кирилла Лаврова во многом удивляет. При времени прохождения круга минута 46 на 6 секунд хуже лидера. А он в тройке лучших. Так, Михаил Колигов. Следом за ним Константин Санин. Девятый стартовый номер. Смотрим на третью строчку и понимаем, что отставание уже недосягаемо. Значит, борьба будет все-таки за третью позицию. Вот она, плотная группа товарищей. Кирилл Лавров, 62-й стартовый номер. Далее ждем 162-й. Всего-то сотни добавить и получается рядом 62-й и 162-й. Четвертая и пятая строчка соответственно. Кирилл Лавров, Антон Пилюгин. Шанс у того и у другого. Если, конечно, при времени прохождения круга Лаврова минута 49, а у остальных минута 53. 4 секунды. Они смогут добавить. Одно и не списываем, конечно же, не списываем со счета Евгения Довбуша. 14-й стартовый номер. Снегоходчик, который потерпел неудачу второй раз на этой швейцарской трассе, по версии вятской, Евгений Довбуш. Второе досадное падение во втором и в третьем заезде. Лишает его возможности войти в тройку. Сейчас он на восьмой позиции. Хотя на первом этапе в Альметьевске он все время был в тройке. Ну вот мы видели, как на круг Евгений Довбуш. На круг отстает от лидера. 14-й стартовый номер Евгений Довбуш едет параллельно с Константином Санином. Вот только Константин прошел на круг больше. Чем докажешь? Электронный счет, подсчет, датчики на руле, компьютере в деле. 6 минут, половина заезда, большая половина заезда прошла. Кирилл Лавров с временем минуты 50 закрепился на третьей позиции. А вот кто будет его прессинговать. В первую очередь это, конечно же, Антон Пелюгин. Три секунды отделяет его. Вот он, 162-й стартовый номер. Три секунды отделяет его по времени прохождения круга от Кирилла Лаврова. Ну, в общем-то и все, наверное. Сейчас посмотрим, что нам предложит Булат из СТК Ямбург. Хункаев Булат. Время прохождения круга у этого человека минута 57. Да, 7 секунд отделяет его от Лаврова Кирилла. И, соответственно, вряд ли догонит он Антона Пелюгина, потому что 4 секунды в снегоходном кроссе – это практически вечность. Давайте сейчас возблагодарим Евгения Давбоша за мужество. 14-й стартовый номер. Вот он как раз сейчас будет проезжать следом за лидером, только отставая на круг. 14-й стартовый номер. По-прежнему без изменений коллегов Санин. Первая, вторая позиция. Евгений Давбош достойный аплодисментов. Давайте мы его поприветствуем. 14-й стартовый номер проносится перед нами сейчас перед зрителями. Отставший на круг, но тем не менее вставший. Напоминаем нашим спортсменам Грачев. Большая просьба сдать датчик. Датчик, спорткомиссар, объявление, Грачев, сдайте датчик. Цитата. Конец цитаты. Четыре минуты. Настало время борьбы. Традиционно в снегоходном кроссе борьба происходит в начале, на старте. В первую очередь первые два-три круга, когда лидеры, группа лидеров уходит вперед. Ну и последние минуты осталось примерно два круга зачетного времени и два круга по лидеру. Посмотрим, сможет ли Антон Пилюгин атаковать Кирилла Лаврова. Вообще Лаврова сложно атаковать, потому что он все-таки работает в высотке на Смоленской площади. Возможно, однофамилец, а может родственник. Михаил Колигов, 10-й стартовый номер. Вот это всепоглощающее ожидание доказывает нам, что Константин Санин не будет догонять Михаила. Да и время прохождения круга уже 4,5 секунды говорит об этом. Вряд ли Кирилл Лавров постарается выйти на вторую позицию. Ему незачем рисковать, чтобы не потерять заветное третье место. А вот уважение в очередной раз выскажем Евгению Довбушу. Досадное падение и второе падение на этом этапе. Сместило его из тройки лидеров. Вот так развивается это трагические, драматические события в Петропавловском. Мы видели, как будет о чем написать, будет о чем рассказать потом блогерам. Снегоход весом в 200 килограммов, управляемый молодым человеком в возрасте 14-18 лет, это, пожалуй, самое опасное, что может быть в снегоходном кроссе, потому что физическая подготовка не всегда сравнима с весом 2 центнера. Его нужно как-то держать. И сейчас мы видим, как под конец третьего заезда юниоры все опаснее приземляются, все страшнее входят в вираж, все тяжелее им держать снегоход обеими руками. Да-да, вот как раз 33-й стартовый номер завалился сейчас на правую лыжу Богдана Калибаба. СТК-факел чуть не зашел в нашу закопанную ракетную шахту, которая используется в качестве водоотвода. Здесь больше секретов мы выдавать вам не будем, а где мы взяли ее, вам не скажем, потому что у нас ведется прямая видеозапись. Но болты из нержавейки говорят о многом. А силе нашей промышленности, производящие болты из нержавейки. Лучшие болты из нержавейки – это наши болты. Гитаром из них можно делать ведра, брелки и чапельники. Михаил Колегов, Константин Санин, Кирилл Лавров, Антон Пелюгин. На четвертой позиции это место подарил ему Евгений Довбуш руками Кирилла Лаврова. Вот так можно высказать. Сместившийся с третьей позиции Евгений Довбуш, пустивший туда Лаврова Кирилла, подарил четвертое место, вы представляете, да? Четвертое место Антона Пелюгина, который из списка-то, в общем, на последней строчке. 162-й. Соответственно, рейтинговый номер 162 по результатам прошлого сезона. И последние становятся первыми. Все, зачетное время прошло, и сейчас ждем лидера. Вот Антон Пелюгин проходит на четвертой позиции, уступая лидеру 15 секунд. А лидер, да, на круг обгоняет его почти уже где-то здесь. Колигов Михаил. Константин Санин. Ждем. Константин Санин. Это снегоход под номером 9. Вот он, отставая от лидера примерно на 100-150 метров. Константин Санин, представитель СТК Ямбург, идет на вторую позицию в этом заезде. Счастливчик юниорского заезда третьей серии Кирилл Лавров. Сейчас покажет очередную минуту 50, время прохождения круга. Посмотрим. У Сани на минуту 50, а у Лаврова минута 51. Да, Евгений Довгуш показывает хорошее время, минута 56, но при этом он на восьмой позиции. Что делать? Падение потерял практически целый круг, сложно награть минуту. А так бы боролся и дальше. Равное, практически равное время прохождения круга сейчас и у Санина, и у Кирилла Лаврова, и у Антона Пелюгина минута 50. Вот сразу три. Очень интересно, три спортсмена идут с равным временем прохождения круга, минута 50, в то время как у лидера минута 43. О чем это говорит? О том, что последний круг, возможно, станет решающим. Если кто-то из них возьмет и добавит, добавит чуть-чуть, всего лишь секунду, добавит секунду или полторы. И можно переместиться на лучшую строчку в позиции. Для прохождения этих нескольких десятков метров на снегоходе достаточно как раз той самой секунды, которая сейчас, возможно, каким-то чудом на круге кто-то из трех. Лавров, Пелюгин, ну, Санин, конечно же, вне конкуренции, куда здесь деваться. Вот он прошел перед нами, Константин Санин. Вторая позиция. Его время прохождения круга минута 51, и один круг ему остается. А вот и счастливчики третьего заезда. Кирилл Лавров и Антон Пелюгин. Третья и четвертая позиция. Непонятно, откуда свалившиеся на третью строчку Кирилл Лавров. 62-й снегоход, занимающий по праву место Евгения Давгуша. По счастливому стечению обстоятельств. А вот и Евгений Давгуш. Да, быстро, быстро. Но, к сожалению, не там, где нужно. На седьмой позиции сейчас перемещается Евгений. Минута 52. Время прохождения круга Кирилла Лаврова. Антон Пелюгин уже не претендует на третье место. Его задача финишировать на четвертой позиции. Итак, внимание, смотрим по лидеру и будем встречать победителя второго этапа чемпионата России. Все, Михаил Колигов финишировал достойно. Победил во всех своих и всех своих конкурентов в их числе. Антон Пелюгин, счастливчик этого заезда на четвертой позиции. Константин, отставший на круг, молодец. Константин Санин, девятый стартовый номер, отставший на два трамплина. А может даже на три.